После вчерашнего прекрасного вечернего концерта давайте назад на работу Ну и у нас сегодня пятая лекция Глеба Эдуардовича и продавшин к фонду Филосферы Спасибо, доброе утро всем О чем я буду говорить сегодня, оно не очень модерн, но составляет базис модерн базис я собираюсь поговорить о перенормировках и я в прошлый раз остановился на том, что мы ввели с вами производящий функционал ZFJ который является производящим функционалом для функций Грина и я вам сказал о том, что можно перейти к функционалу, который описывает так называемые связанные функции Грина этот функционал связан с такой простой формулой я эту формулу не выводил, но тем не менее я буду на нее ссылаться вы можете посмотреть в его книгах WJ есть производящий функционал связанных функций Грина оказывается, что можно сузить и далее класс функций Грина то есть мы здесь переходим от несвязанных функций Грина связанных функций Грина используя тот факт, что любую несвязанную функцию Грина можно получить из связанных функций путем простых операций, перемножения поэтому в каком-то смысле связанные функции представляют собой элементарные, более элементарные строительные блоки из которых можно построить общие функции Грина но оказывается, что этот класс связанных функций Грина можно сузить дальше на более фундаментальные блоки для этого мне придется ввести понятие транкированных функций Грина я, собственно говоря, их уже ввел на прошлой лекции все, что вам нужно сделать, нужно взять связанную функцию Грина и удалить из нее внешние пропагаторы пропагаторы, отвечающие внешние частицы ну давайте вот я просто нарисую как связанная функция, двухточечная функция Грина здесь по капкаси будет означать тоннель это означает связанная связанная функция Грина двухточечная будет выглядеть так она начинается с пропагатора а дальше идет первая поправка по константе связи в теоретии 4 это диаграмма вот такого типа, которая тоже вчера появилась в днях далее идут диаграммы в порядках g квадрат давайте я нарисую все, которые возникают в этом порядке следующая диаграмма и далее вы можете продолжить вычисления, то есть уже в кубе здесь будут разного типа диаграммы такие, ну и так далее вы можете сами легко продолжить значит, рампутация или усечение русские отвечают тому, что мы просто-напросто удаляем внешнюю пропаганду после этого вы видите, что, например, в порядке g возникающие картинки имеют вид значит, то, что я усек я обозначил пунктирной линией диаграммы принимают такой вид скажем, в порядке g у вас будет еще диаграмма вот такая и вы сразу видите, что после усечения после усечения диаграммы можно классифицировать по одному топологическому свойству а именно имеются диаграммы которые нельзя сделать несвязными путем удаления одной линии то есть, например, вот эту диаграмму здесь нельзя сделать несвязной если вы удалите один пропагатор или вот эту диаграмму нельзя сделать несвязной если вы удалите один пропагатор а вот эту диаграмму можно, да? можно просто удалить в такую линию, здесь она превратится в две несвязанные диаграммы. Вот диаграммы, которые нельзя превратить в несвязанные путем удаления одной линии, называются, они имеются специальные линии, она называется одночастичная неприводимая. One particle, three, two, one. Те, которые можно сделать несвязанными путем удаления одной линии, называются, соответственно, one particle reducing. И если мы сейчас с вами сконцентрируемся на пропагаторе, то оказывается, что удобство введения этих одночастично неприводимых диаграмм состоит в том, что их можно просуммировать универсальным способом. Давайте сделаем это для случая пропагатора. Значит, смотрите, предположим, что мы просуммировали все эти диаграммы и результат суммирования одночастичных диаграмм я обозначу одной буквой. Сигма от b. b означает момент частицы. Значит, у нас имеется здесь двухточечная функция Грина, но поскольку момент сохраняется, эта функция Грина в лице пропорциональна дельта-функции от p1 плюс p2. То есть, реально она зависит только от одного момента. И этот момент я буду обозначать буквой p, то есть p равняется p1. И если я уберу дельта-функцию, отражающую общий закон сохранения, p1 плюс p2 равняется нулю, вот эту функцию Грина, которая возникает и зависит только от момента, я буду обозначать буковкой g-bar. g-bar означает, что я просто опустил соответствующей функции Грина дельта-функцию. Дельта-функция универсальная, она мне не нужна. Давайте посмотрим. Значит, если я просуммирую все одночастично неприводимые диаграммы, я получу некий объект, который я назову буковкой sigma. Он имеет название по-русски это собственная энергия. По-моему, это собственная энергия. Собственная энергия. Или это массовый оператор. Массовый оператор. Но оператор пока здесь непонятно, почему он оператор. Это просто сам сумма-диаграмм. Тем не менее, вот имеется такое название, массовый оператор. И по-английски это называется self-admation. Сумма всех одночастично неприводимых диаграмм. Для данной конкретной функции Грины. Если вы сумели просуммировать вот эти все одночастично неприводимые диаграммы, вы получаете некий универсальный блок sigma от P. И из этого блока, используя этот блок и свободный пропагатор, вы можете реконструировать полный пропагатор. он или, как его еще называют, одетый, G-bar, который будет выглядеть следующим образом. Свободный пропагатор G0 от P. Это то, что вы стартовали, но там G0 от P. Дальше вы сейчас увидите, что я делаю. Sigma от P поделить на I. Ну, I это будет для удобства дальнейших операций. Sigma от P и G0 от P. Sigma от P и G0 от P. И так далее. Способ, которым вы строите этот ряд, понятен. То есть, мы просуммировали все диаграммы, получили некий универсальный блок G-bar, а после этого начинаем его обратно одевать пропагаторами. То есть, смотрите, здесь у нас свободный пропагатор, здесь у нас пропагатор, возникает собственная энергия Sigma и опять пропагатор. Следующая вещь это пропагатор, Sigma, пропагатор, опять Sigma и так далее. То есть, это есть эффективный способ переписать полный пропагатор через вот эту сумму всех одночастично неприводимых диаграмм. То есть, это некий более фундаментальный блок, из которого вы будете лепить после этого полный пропагатор. Ну, собственно, красота такого подхода заключается в том, что этот ряд можно просуммировать. Если вы вынесете G0 от P, вы увидите, что то, что у вас здесь стоит, это не что иное, как прогрессия. Который вы элементарно суммируете, получаете G0, единичка, ну, давайте напишем, минус первый, единичка минус Sigma поделить на I, G0, минус первый. И если вы вынесете G0, минус первый, вы получите, что пропагатор Gbarr запишется в виде единичка, G0, минус первый, минус Sigma поделить на I. Что у нас зависит от P, минус первый. Но G0, минус первый, вы, наверное, знаете, я не уверен, что я об этом говорил, как фейманский пропагатор выглядит в импульсном пространстве. G фейман от P, это I поделить на P квадрат, минус M квадрат, плюс и эпсилон. И если вы подставите это выражение сюда, G0, минус первый, вы увидите, что то, что здесь образуется, может быть переписано I, поделить на P квадрат, минус M квадрат, минус Sigma от P. Вот такой результат, который, собственно говоря, и объясняет, почему этот объект Sigma, то есть сумма всех одночастично неприводимых диаграмм, носит название массового оператора. Вы видите, эффективно происходит в смысле сдвиг массы. Хотя, конечно, следует иметь в виду, что Sigma от P это функция, вы видите, да, и он эта функция. Ну, а для того, чтобы ввести некую универсальность и в то же время некое упрощение дальнейших осмотрений, вводится еще один объект, именно функция гамма-бар, которая называется вершиной функции, двухточечной. и это есть просто функция обратная к G-бар, этому самому пропагатору, то есть она выглядит 5 квадрат минус M квадрат минус массовый оператор. Ну, а дальше можно построить старшие вершинные функции, просто как сумму неприводимых, одночастично неприводимых усеченных диаграмм, и в общем случае это будет, ну, в данной теории это будет гамма-4, гамма-6 и так далее. То есть в любом случае любая гамма-N гамма-N от P строится как сумма of all computed one-party company irreducible и в принципе можно ввести также производящий функционал гамма, а именно построить функционал гамма от P где P здесь уже выступает в роли классического источника. Следующим образом единичка на N повторял интеграл гамма от X1 и так далее XN это курье образ соответствующей гаммы курье образ такой N-точечной функции умножить на классический источник P от X1 и так далее P от XN P от X1 и так далее V от XN так что дифференцируя по классическому источнику F вы будете получать соответствующую вершинную функцию этот объект гамма N называется вершинная функция вертекс function вершинная функция представляет собой в таком смысле элементарный строительный блок из которого вы можете получать функции Грина путем склеивания вершинных функций в виде свободных древесных диаграмм все квантовую теорию поля можно переписать на языке древесных диаграмм поскольку все эти одночастично неприводимые диаграммы суммируют петлевые эффекты эффективно они суммируют петлевые эффекты например давайте я нарисую четырехточку через эти гаммы будут выглядеть таким образом четырехточная гамма здесь одетые пропагаторы и так далее к ней будут добавляться могут добавляться также древесные диаграммы построенные из трехточечных гаммах ну и так далее здесь смотрите это гамма 2 гамма 4 гамма 3 если есть такая гамма 3 гамма 2 и так далее то есть в каком-то смысле это есть эффективный подход суммировать все петли представить результат в виде некоторой эффективной теории в которой вам необходимо учитывать теперь при построении соответствующих амплитур только деревья говорят деревья да эффективно диаграммы петли отсуммируются в виде этих одночастично неприводимых блоков поэтому вершинные функции в таком смысле играют фундаментальную роль и замечательная вещь состоит в том что если вы перенормируете все вершинные функции то тем самым вы перенормируете все функции грин и задачу перенормировки то есть придания смысла всем расходящимся величинам можно переформулировать и сформулировать на языке разрешенных функций не надо здесь какой-то функции грин функции грин это композитный объект который вы можете получить из-за вершинной функции хорошо значит вот этот объект очень важен в квантовой теории поля он носит название эффективного действия и я понимаю что именно это использовал в таком смысле крестово-ображан когда он говорил о потенциале полмана Вайнберга модели Хиттс он попилировал прямой концепцией вот этого эффективного действия хорошо значит это небольшой экскурс под теорию вершинных функций и теперь давайте может быть сконцентрируемся в действительности на простейшем примере модели Хиттс и посмотрим конкретные извините пожалуйста стоит особо почерпнуть что Хиттс это классический функция не дай бог третий раз квантовать уже не надо два раза уже сделано это это источник источник понимается как классическая функция и это есть производящая функция для вершинных функций хорошо значит давайте посмотрим ведущий вклад в давайте сконцентрируемся на ведущем вкладе в собственную энергию в теории ФИ-4 и также посмотрим вклад ведущий вклад в первую нетривиальную вершинную функцию гамма-4 гамма-4 а здесь будет функция 1 и гамма-4 хорошо это будет гамма-2 а гамма-4 значит в ведущем порядке у вас имеется одна диаграмма пропорциональная константе связи g и имеется диаграмма которую я имею ввиду усеченная это просто-напросто пропагатор фельмановский пропагатор вычисленный в нуле да это ведущая диаграмма которая есть добавка пропагатора но поскольку мы ее иссякаем у нас есть только дельта от нуля эта дельта от нуля имеет следующий вид g пополам интеграл d4k если вы напишите явный интеграл 2пи в четвертой и k квадрат минус m квадрат минус ел как вы думаете это хороший интеграл сходится? нет нет и как он расходится можно характеризовать его расходиться квадратичный да посмотрите числитель растет как k в четвертой и знаменатель как k в квадрат то есть это интеграл а квадрат и к к дай очень хорошо хорошо но то есть не очень хорошо потому что это означает что мы имеем дело с априори бессмысленным выражением в случае гамма 4 ведущий вклад дает рыба рыба здесь долго у нас в лекциях кристофа вот такая диаграмма но мы ее усекаем поскольку мы договорились обрезать внешние пропагаторы и соответствующее аналитическое выражение пропорционально g квадрат почему g квадрат вот одна вершина вторая вершина каждая вершина пропорционально g получится g квадрат и значит если ну давайте я напишу просто вначале как бы полное выражение которое получается путем q1 плюс q2 минус q1 минус q2 q1 q2 это входящий импульс это вершина q1 q2 это переменное интегрирование поделить на q1 квадрат минус m квадрат q2 квадрат минус m квадрат то есть это двойной интеграл в котором вы интегрируете по импульсам q1 q2 но есть общий закон сохранения который отражен в этой дельта функции вы можете его явно разрешить и тогда вы получите однократный интеграл p4 q 2 пи восьмой единичка q квадрат минус m квадрат p1 плюс p2 минус q в квадрате минус m квадрат вот такой интеграл что с этим интегралом сходится ли это однократный интеграл по четырехмерному импульсу многорифмически это совершенно точно здесь числитель растет как q в четвертый но смотрите знаменатель тоже растет как q в четвертый при больших q то есть эта диаграмма тоже ведет себя плохо логарифмиками значит вклады ведущие вклады гамма 2 и гамма 4 здесь это была диаграмма петелька а здесь это рыба обе эти диаграммы помогают плохим поведением но чтобы характеризовать поведение общей диаграммы вводится некая универсальная характеристика которая называется условный индекс расходимости d собственно говоря он строится вот таким же способом как мы сейчас с вами считали то есть если у вас теория рассматривается не в четвертом мире а в более общем численном измерении в d измерениях имеется lpk то есть lpk number of lux и number of internal lines тогда индекс расходимости считается как вы мне сказали каждой петлей ассоциируется импульс по которому они бегают этот импульс демерный поэтому в числителе будет стоять d умножить на l степеней импульса а в знаменателе будет стоять 2i степеней импульса потому что i это число внутренних линий а с каждой внутренней линией связан пропагатор пропагатор ведет себя как единичка на квадрат и минус следовательно возникает минус 2 значит вы можете проверить что формула правильно показывает что это квадратично расходится а это логарифтически расходится но эта формула она несколько неудобна ее можно переписать через другие более удобные параметры а именно через n число число вершин и это то же самое что порядок теории возмущений нет ну смотрите импульс P1 и P2 вошел и P1 и P2 вышел потому что есть ну что ну да ну я эту дельта функцию справа тоже дельта функция да 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 справа тоже дельта функция но я ее от того вытащил число вершин порядок порядок теории возмущения порядок теории возмущения порядок теории возмущения и еще мне понадобится E число внешних линий число внешних линий то есть я хочу переписать такие параметры переписать индекс расходимости не через N и E а через N и E давайте я сотру и написать следующее значит смотрите если у вас имеется число петель L то в каждой вершине в каждой добавляемой вершине у вас имеется свой закон сохранения то есть имеется одна одной дельта функции на каждую вершину но кроме того у вас имеется значит общий одна общая дельта функция вот эта которую я вытаскиваю отражающая общий закон сохранения и следовательно на импульсы накладывается на полное количество импульсов накладывается N минус одна связь благодаря закону сохранения закон сохранения энергии импульса сохранения энергии импульса она чертена значит число тем самым независимых моментов по которым идет интегрирование это число внутренних линий это исходное количество моментов которые бегают по этим внутренним линиям минус число связей накладываемых законом сохранения на эти самые внутренние импульсы то есть число петель по которым бегают независимые переменные интегрирования есть I минус M плюс 1 ну и второе соотношение которое нам нужно это следующее если у вас имеется N вершин N вершин каждая вершина растет 4 линии вот так вот так потом вы эти линии соединяете и некоторые из них чтобы произвести диаграмму вы их соединяете некоторые из этих линий оказываются внутренними а некоторые оказываются внешними поэтому 4M исходных линий ассоциированных с N вершинами это есть число внешних линий плюс 2 умножить на число внутренних линий почему 2 считается 2 раза да потому что смотрите мы когда замыкаем 2 линии превращаются в 1 поэтому каждая внутренняя линия отвечает как бы 2 линий выходящих из оригинальных вершин значит ну и теперь смотрите у нас были параметры L e e в нашем индексе расходимости теперь мы их можем выразить через N и E через порядок теории возмущений и число внешних линий в этом случае кстати простой алгебры получите следующий ответ D минус D пополам минус единичка E плюс N на D минус 4 в частности для случая теории FI 4 3 мели FI 4 мы рассматриваем FI 4 при D равной 4 D окажется равным смотрите если мы подставим сюда 4 это число выпадет сюда подставим 4 мы получим D минус E для индекса расходимости D минус D 4 минус 4 минус D минус D минус и что мы видим мы видим следующее что условный индекс расходимости становится отрицательным начиная с E равным 6 значит начиная с шестерки с диаграмм с 6 внешними линиями индекс расходимости становится отрицательным что формально показывает что диаграмма сходится если моменты все моменты одновременно стремятся к бесконечности нет расходимости в ситуации когда все моменты становятся большие универсально большие единственный опасный случай это E равное 2 и E равное 4 как раз отвечает вот этой ситуации когда здесь мы имеем 2 внешние линии а здесь 4 в чем замечательная вещь нашего вычисления она в том что индекс расходимости оказывается совершенно не зависит от порядка теории возмущения индекс разного до 5 по нер вообразите ситуацию что размеры с пространства времени было бы немного больше 4 тогда бы отсюда шел положительный вклад и этот вклад был бы пропорционален n и это бы означало что чем дальше вы идете в теорию возмущений тем более и более расходящиеся диаграммы вы получаете вот это был бы предтипичный пример теории которая была бы не перенормирована степень расходимости индекс расходимости растет с порядком теории возмущения здесь же этого не происходит в этой теории расходимости совершенно не зависит от порядка теории возмущения она зависит только от числа внешних линий начиная шестерки диаграммы ведут себя по отношению к этому величине индекс расходимости хорошо но индекс расходимости следует иметь в виду он называется условный по той причине что он контролирует расходимость диаграммы только в том случае если все импульсы которые бегают по петлям универсально становятся большими вы можете вообразить себе какую-нибудь диаграмму вот такого вида ну давайте что-нибудь простое например шеститочку вот так я нарисую шеститочку у нее шесть да ну и давайте я сделаю нейтривиальной то есть я прибавлю сюда вот такую петельку вы видите у нее шесть внешних линий то есть по индексу расходимости она должна вести себя хорошо сходиться но в то же время вы видите что здесь выделяется маленький блок этот блок содержит опасный граф который сам по себе является расходящимся мы можем придумать много других примеров взять две рыбы скажем так легко вообразить ситуацию когда вы берете соединять эти линии у рыбы получаете что-нибудь типа раз два три сейчас а мне нужно 0 я достаточно 0 2 1 вот так что-то типа такого чтобы у вас опять было число внешних линий достаточно большим индекс расходимости казался что он ну он у вас будет отрицательный но в то же время у вас выделяется некий элементарный подграф который сам по себе расходится имеется вот имеется на этот счет теорема Вайнберга который утверждает что граф является конечным если его индекс расходимости условный индекс расходимости и индекс расходимости любого его подграфа отрицательный то есть граф сходится если индекс его расходимости индекс расходимости всех его подграфов является отрицательным. Хорошо. В том случае, когда у нас имеется небольшое число расходящихся графов типа теории Т4, ну, небольшое, но большое, но в то же время оно не зависит от порядка теории возмущения, у нас имеется надежда перенормировать, то есть сделать конечными все расходящиеся графы путем перенормировки, путем изменения параметров Лагранжана. Параметры Лагранжана это массовый параметр, масса, калкульный констант или заряд и волновая функция для поля Фи. То есть у нас ограниченное число параметров, с которыми мы можем работать с Лагранжаном, в Лагранжане, и теория является перенормированной, если изменяя, или перенормировая, как говорится, эти основные параметры, входящие в Лагранжан, нормировка поля Фи константы связи и масса, мы можем устранить расходимости из всех имеющихся диаграмм. Такие теории называются перенормированные, или по-английски перенормы Лайска. Имеется еще более, как сказать, еще лучшее ситуация, возникает, когда у вас в теории только конечное число, расходящиеся диаграмм. И такие теории носят даже название суперференормирования. То есть, это файл и трамма, конечное число, расходящиеся графы. Ну и последняя возможность, это когда у вас число расходимости и расходящиеся графов растет с порядком теории возмущений, и вы не способны с имеющимися у вас константами в Лагранжане удалить все расходимости из теории. Такие теории называются ноэнодорезом. Теперь возникает следующий вопрос. Ну хорошо, значит, наши графы расходятся, мы что-то с ними должны делать, это вы хорошо знаете для других курсов. Первый вопрос, который возникает, это как количественно описать эту расходимость? Что значит расходиться? Расходиться как? Вот мы сказали, первый граф квадратичный, второй граф ритмический. Нужно это как-то сформулировать математически, эту расходимость уйти. Но один из способов, вы знаете хорошо, это можно ввести врезание, можно ввести параметры врезания, сделать соответствующий интеграл конечным, вычислить его, и затем изучать, как этот интеграл зависит от этого самого параметра, который вы делаете. Но на этом основан способ, так называемый, давайте, обрезания. Обрезание можно делать по-разному, можно, например, методом Паули-Виллоса, который состоит в том, что вы изменяете поведение пропагатора, пропагатора в тайге, некий добавок, где лямбда играет роль вот этого самого параметра обрезания. Ну и вы видите, что это то же самое, что минус лямбда квадрат поделить на П квадрат, П квадрат минус лямбда квадрат. То есть, если лямбда идет в бесконечности раньше, чем П, ничего нового не происходит, этот член дает нулевой вклад, но в том же, в том самом случае, когда вы поступаете по-другому, вы держите лямбда конечным и рассматриваете предел больших П, то поведение пропагатора при больших П изменяется, он уже ведет себя как единичка на П в четвертом, что улучшает складимость интеграла. То есть, игра здесь идет на том, что пределы, взятые в разной последовательности, дают разный результат. Поняток предел. Вот. Ну, такая регуляризация, ну и другие подобные ей, однако, весьма неудобны теории калибровочных полей, они приводят к ряду трудностей, и часто используется другой способ понять, как же интегралы расходятся, оценить количество на этой расходимости. Этот способ называется размерная регуляризация. Размерная регуляризация основана на том, что вы предполагаете изначально, что вся теория у вас определена не в четырехмерном пространстве времени, а в размерности D равная 4 минус ε, где ε некоторое малое число. И вы помните, вот тут я написал такую формуку для индекса расходимости, и имеет такой замечательный член, который выглядел как D минус 4 с нашим разговором на минус ε. Потом мы можем живем в дополнительных измерениях на 4 плюс ε. дополнительных что формально глядя на это выражение выглядит как нечто что улучшает индекс расходимости. Ну давайте попробуем понять как же с этим делом обойтись. Значит давайте начнем с вот этого интеграла здесь и перепишем его формально в принципе формально через домерную меру интегрирования подумаем как такой интеграл можно сосчитать. Один из способов весьма эффективно понять что можно сделать с этим интегралом это это следующее значит прежде чем я сделаю какие-либо движения давайте я отмечу что размерность константы связи начнем с действия с лагранжана который имеет 1 вторая d мюн фай минус m0 в квадрате пополам минус g g на 4 повторял и 0 в четвертой здесь я обозначаю массу и константу связи начал обозначать их приписывая им индекс 0 0 здесь нужно понимать как тот факт что я рассматриваю эти величины m0 g0 просто как параметры в настоящий момент но тот факт что я приписываю их произвольно в стоящем выражении в лагранжане дает право называть эти параметры которые будут позже изменяться в процессе перенормировки называть их затравочными затравочные параметры или часто их называют голые параметры потому что позже они будут у нас одеваться в красивой одежде а пи квадрат пропущен спасибо с я пока ничего делать не буду в общем случае надо писать также и феноль предполагаю что вообще говоря нормировка поля тоже вопрос интересный значит размерность константы и как только мы пойдем в демерия я напоминаю вам что интеграл от лагранжана который есть действие всегда должно иметь размерность сеть два физических единиц в случае в случае естественных единиц когда мы полагаем hb равным единице действие должно быть безразмерным и соответственно когда мы идем в демерие мы берем интеграл по демерному пространству формально размерность меры dx в степени d становится размерность длины степени d и тем самым вообще говоря изменяется размерность поля φ по сравнению с четырех мере поле φ начинает иметь массовую размерность поле φ начинает иметь размерность d минус два пополам d минус два пополам что-нибудь напоминает вам было Мы с вами вычислили эту величину d-2 пополам. И в этом случае, чтобы вот этот самый член взаимодействия имел бы размерность единичку, поскольку это имя размерность действия, пречьба равна единице, то есть чтобы он был безразмерным, нужно, чтобы g0 ввела себя как размерность g0 была 4 минус d. То есть константа связи, которая была безразмерна в четверке, в случае, когда мы идем в демерие, становится вообще говоря размерной. 4d минус d это степень чего-то? Это степень f. В смысле степень? В смысле, что у вас размерность? Это массовая размерность. То есть константа сама ведет себя как масса в степени 4 минус d, где m это некий массовый параметр, килограмм. Странно звучит. Килограмм в степени ексида. Это очень странно. Я понимаю. Звучит ужасно. Ну и вот задача сводится, собственно говоря, понять, можно ли что-либо делать с объектами такого вида. p квадрат. В общем случае, иногда нужны интегралы более общего вида. 2pq минус m квадрат. Ну и степени альпа. То есть это есть некое общее выражение, которое обобщает интеграл, который мы имеем здесь. В общем случае, можно быть в зависимости от какого-то внешнего импульса. Ну и вообще говоря, в степени наших вычислениях может возникать некая другая, чем просто единица. Значит, такой интеграл можно всегда с заменой, простой заменой переменной, поймем, идет минус q, привести к более простому виду, более как-то долговариваемому виду. p квадрат минус q квадрат плюс m квадрат. Все это в степени альпа. Ну и дальше, значит, вычисление этого интеграла можно выполнить с помощью так называемого виковского поворота. Да, я, конечно, здесь должен писать все время и епсалон, я забываю делать. Виковский поворот состоит в том, что мы вращаем контур интегрирования, p0 переходит в и, p0, я сейчас проясню, что я имею в виду. Интеграл, соответственно, принимает следующий вид. ddp поделить на t квадрат плюс c в степени альфа, где c это есть по определению q квадрат плюс m квадрат. где в этом интеграле уже p квадрат это эвклидов момент, то есть он выглядит как p0 в квадрате плюс p и t в квадрате. В то время как в исходном интеграле p квадрат это есть p0 в квадрате минус p и t в квадрате. Ну, и вы помните, что для фейнамского пропагатора, можете взглянуть в мои лекции, полюса пропагатора расположены следующим образом комплексной плоскости, чуть-чуть сдвинуты с контура интегрирования, контура интегрирования идет по вещественной оси. Таким образом, полюса, которые стремятся к вещественной оси, слегка его выталкивают. Вот именно таким образом эти расположения полюсов отличают причинному пропагатору. Ну, и поскольку в верхней полуплоскости, в правой полуплоскости полюсов нет, и в нижней, в левой полуплоскости полюсов нет, можно взять этот контур интегрирования и повернуть. В который интегрируется, контур поворачивается. Это тот же самый интеграл, но вычисленный по новому контуру. Значит, в результате чего появится одно ай из дифференциала db0 и появится минус единица в степени альфа из-за того, что при этом вращении b0 заменится на минус b0 в квадрате минус bd в квадрате. Этот минус я вытащу с вот этим минусом вместе и он даст минус единичку в степени альфа. Теперь у нас имеется иклидовый интеграл. Внесение иклидового интеграла осуществляется с помощью перехода в сферическую систему, обобщенную сферическую систему координат, где у нас имеется d-2, формально d-2 углов, один угол фи, который бегает от 0 до 2 фи, r от 0 до бесконечности, как обычно, ну и d-2 углов, θ1 это θd-2, которые изменяются, каждый из них изменяется от 0 до фи. формальная параметризация и домерного пространства, и видеопространства с помощью обобщенной сферической радиации. Что-что? Я люблю сказать, пожалуйста, что-то 0 и p-1. p-0 и p-1. Мы находимся в демерном пространстве Менковского. Мы предполагаем, что у нас вектор p общий разбивается на компоненты p-0, то есть всегда компоненты, которые отвечают за время, и все остальное. Отвечает за демерное пространство. Все, что отвечает за демерное пространство, в этом есть некий вектор, который я даже не хочу особо определять. Значит, я перехожу к сферическим кардиалатам формально, и элемент объема в общеных сферических кардиалатах принимает такой же рд-1, d-r, d-5, и произведение пока 1-1-3-2, синус k, θk, θk, θk. Ну а дальше вы можете видеть, что на самом деле этот интеграл зависит при переходе к сферическим кардиалатам. Подинтегральная функция, та, которая интегрируется, зависит только от r. поэтому по углам можно проинтегрировать с помощью следующего выражения. Интеграл от степени k синус θ до θ пишется через гамма-функцию. гамма-функцию 1 пополам поделить на гамма k плюс 2 пополам. По углам можно проинтегрировать, и если вы аккуратно выполните все остальные, выполните все интегрирования, то получится, что интеграл, который вы ищете, сведется к одномерному интегралу по r. После замены переменной давайте я напишу, чтобы было понятно, где-то скакать. После интегрирования по углам вы получите следующую формулу r в степени t-1 dr r квадрат плюс c в степени альфа и интегрируя по r вы получите 2i d пополам c d пополам минус альфа. После замены переменной замену я делаю t равняется r на корень с c. c это не скорость света здесь, c это вот здесь q квадрат плюс альфа. Интеграл от 0 до бесконечности dt, t в степени d минус 1 1 плюс t квадрат в степени d минус альфа. Остается такой один одномерный интеграл. Этот интеграл есть не что иное, как бета-функция рейлера. Общее определение бета-функции рейлера это x, y. Это γ от x, γ от y поделить на γ от x плюс y. И это то же самое, что два интеграла от 0 до бесконечности t в степени 2x минус альфа минус альфа плюс t квадрат минус x минус y. Если вы теперь отождествите правильным образом показатели здесь. Показатели. Здесь вы увидите, значит, что x это d пополам, а альфа это есть x плюс y, куда следует, что y должно быть альфа минус d пополам. Ну и после этого вы можете написать ответ для интеграла в терминах γ-функции. Хорошо. Значит, ответ, который вы найдёте для интеграла в терминации, будет иметь минус единичка в степени альфа, а и d пополам, γ-α минус d пополам, γ от α. Ну и я восстанавливаю величину c, u квадрат плюс m квадрат, α минус d пополам. Значит, не вдаваясь во многие детали в математическую сущность произведённых нами трюков здесь, я только скажу, что это вот один из практических способов оперирования с такого рода интегралами, такого рода величинами. Вообще, многие вещи, вообще, сама процедура, связанная с размерной регуляризацией, она коксиматизируется, в каком смысле, поскольку понятно, что написать демерное пространство и работать с ним является задачей совершенно нетривиальной, математически нетривиальной. Но практически результат сводится к анализу таких выражений, которые получаются в путём манипуляций только что проделанных. И, значит, существенная вещь, значит, если мы вернёмся назад к нашему интегралу, который мы вот как мы вычислили, вот к этому объекту здесь, то мы увидим, что значит, восстанавливая все детали, мы увидим, что этот интеграл, давайте я его как-нибудь обозначу, давайте я его обозначу, G от нуля пополам, D от нуля. Там уже такое значение. G0 пополам D от нуля вычислился и с учётом того, что я теперь позволю себе обозначать константу G0 ввиду безразмерную константу G теперь в D-измерениях и умножу её на некий массовый параметр мю в степени 4 минус D в этом случае ответ, который мы с вами получили, для использования, который мы с вами получили, для D от нуля примет следующий бит. 4P квадрат N квадрат поделить на N0 в квадрате в степени 2 минус D пополам умножить на гамма-фукцию от 1 минус D пополам то есть, то, что я сделал, я подставил в этот ответ α равной 1 отвечает тому, что вот здесь я поставил α равной 1 чтобы вернуться к этому пропагатору и Q положил равным 0. Вот такой ответ получается. Вы видите, что масса N квадрат замечательным образом теперь вошла, чтобы обезразмерить исходный параметр N квадрат. А если бы мы рассмотрели безмассовый случай на 0, то есть, безмассовый случай вы имеете в виду исходный N квадрат. Безмассовый случай у нас бы значит, привел бы к другой проблеме, потому что в безмассовом случае у нас сейчас я думаю, просто не будет у нас инфракрасной расходимости, но инфракрасной расходимости не будет, да? безмассовый случай надо определять. Да, да. Нет, инфракраса здесь не возникает, это четырехмерие, и что-то близкое к четырехмерию, поэтому, да, ответ будет. А как понять, что это 0? Ведь получать функцию внутри айфриралована положительной или так ну там при повороте по поле ну это я то, о чем я и говорю, что в том случае, когда вам необходимо эту процедуру вычисления размерной регуляризации, нужно сформулировать для нее система не противоречива максимум. А сейчас можно получать довольно забавный ответ. По сути, дело, что надо делать, надо выбирать кредит, который от интеграла не в прозорных сидел, прямозит, но я сейчас буду. Аналитический коробок сейчас надо сказать. Окей. Философский конечно. там есть всякие слова, потому что если она банаха, функционала, там, правило. Да? Вот вы сказали, что масса безразмеривается, но я, если правильно вижу, она безразмеривается только в этих скобках. А снаружи остается лимонит. Квадратик. Квадратик. Это правильно, потому что размерность этого интеграла m квадрат. Посчитайте размерность этого интеграла. Если g0 имеет размерность массовой 4 минус D это сократится с размерностью D вот здесь. Четверка с этой квадратом даст двойку. Инеграл должен иметь массовую размерность 2, и он ее имеет. Дальнейшее выделение выделение. Да, да. Скажите, вот мы когда получили общий ответ, вы не посчитали это бетфункционером, но при этом она же 4, альфа равнодички, ее же что мы так посчитаем? Расскажите интеграла? Вы меня толкаете туда, о чем я не хотел говорить о квадратичных расходимости. Но я могу вам рассказать всю правду про это. Уже в лекции дружина. Уже было это в лекции. Я могу конечно рассказать вам всю про альфа равна единице. Спасибо за вопрос, это совершенно правильный вопрос. При альфа равна единице в это интеграл Элера расходится. Все правильно. Ну я не знаю. Что мне делать? Я спрошу нашего уважаемого члена. Рассказывайте про это или углубляться в квадратичную расходимость. Нет. Ситуация серьезная. Конечно здесь можно сказать следующие слова. В случае альфа равна единице этот интеграл не существует. Поэтому придется ввести еще один параметр обрезания. Лямбда. Вычислите его. Теперь у вас есть два параметра лямбда и эпсалда. Сначала вы можете перенормировать систему устранить расходимость которая возникает при лямбда бесконечности сделав первую перенормировку и устранить квадратичную расходимость. После этого у вас все равно останется расходимость вот такого типа которая уже будет обрабатываться процедурой регуляризации размерной регуляризации и дальнейшей перенормировки. То есть перенормировку надо выполнять два этапа. сначала устранить расходимость квадратичную квадратик проник расходимость квадратичную потом логарифик это расходимость контролируется параметром дамбда это расходимость контролируется параметром дамбда но это один из способов. Ну да но с другой стороны тот конечный ответ который получился вот там он не содержит расходимость потому что все это сократилось и там есть пример все в конечном ответе проблем то нет то есть можно опять все это сделать и аналитически продолжить проблем здесь проблем то нет нет вот проблема вот человек заметил правильно что я применяю формулу бета-функцию Эйера вот конечный этап для случая альфа равная единице а в этом случае интеграл не очень хорошо определен он определен при альфа неравных единиц мы при альфа неравных единиц доводим результат до конца а дальше его рассматриваем как аналитическое продолжение на любые альфа но это способ аналитического продолжения который как раз выражается в словах что размерная регуляризация при размерной регуляризации нет квадратичных расходительств нет 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 я говорю другой способ мог бы быть поставьте лямбда параметр вычислить обрезание и устранить устранить расходимость сначала в квадратичную а потом может устранять расходимость которая устранена при эпсаленте хорошо значит действуя этими способами продолжаясь по альфа либо используя вычитание мы придем к этому результату здесь и дальнейшее наше наблюдение состоит в том что сингулярности расходящихся интегралов возникает как полюса по и Ючкина эпсилон из известной формулы для разложения гамма-функции вблизи вблизи целых отрицательных чисел 0 епси1 это такая конечная сумма первых элементов гармонического ряда единичка плюс одна вторая плюс и так далее единичка на n минус там определенное постоянное которое называется постоянное выбор москвилы значит если мы теперь заменим здесь d на 4 минус эпсилон то соответствующая гамма-функция превратится у нас в минус единичку плюс эпсилон пополам и производя это разложение мы увидим что тот факт что интеграл оригинально расходится связан с наличием полюса по эпсилон полюса по эпсилон это и есть в размере регуляризации проявление расходимости или аналитическое выражение того факта что имеется расходимость исходного выражения 4 единичка ну и если использовать теперь если подставить это выражение сюда то значит для нашего исходного интеграла который расходится в пределе эпсилон к нулю мы получим следующий 16 пи квадрат эпсилон плюс g m0 квадрат и пополам на 16 пи квадрат ну и здесь будет некая конечная часть которая явно зависит по параметрам mu квадрат 0 квадрат плюс 2 большое 0 и такой ответ мы получим где вы явно видите значит откуда здесь взялся логарифм вот такой интересный странный логарифм он взялся из тех соображений значит что смотрите у нас здесь есть вот это выражение 4 пи квадрат mu квадрат на m0 квадрат его можно переписать значит если я подставлю сюда d равное 4 минус ε то у меня возникнет 4 пи квадрат mu квадрат поделим на m0 квадрат в степени ε пополам это есть экспонента ε пополам логарифм 4 пи квадрат mu квадрат на m0 квадрат и теперь когда мы будем разлагать экспонент в ряд по ε у нас будет первый член единичка следующий член будет порядка ε но из гамма функции здесь будет выходить член порядка единичка на ε они друг друга сократят и дадут вклад в конечную часть ответа вот конечная часть ответа содержит этот логарифм происхождения вот из этого самого члена из выкат то есть у нас имеется полюс конечная часть ну и регулярные члены по ε и следовательно из наших рассуждений следует так же что вот собственная энергия она расходится но теперь по крайней мере мы ее расходимость контролируем на плане что мы видим что это полюс в размерной регуляризации плюс конечная часть хорошо значит гамма 4 я вычислять не буду вычисление делается аналогичным образом совершенно так же я сделаю гамма 2 я теперь просто набросаю вам как происходит переномировка массы в данном случае значит перенормировка заключается в следующем мы стартовали с вами с оригинального лагранжана начального лагранжана с голыми параметрами g0 и m0 square теперь мы видим что вообще говоря масса которая стоит у нас входит в исходную массу которая входит в гамма 2 вершинную функцию гамма 2 получает некую поправку которая при x0 становится вообще говоря бесконечной это приводит мысли о том что исходные голые параметры g0 и m0 квадрат можно перенормировать в том плане что представить их следующим образом ввести некоторые новые перенормированные параметры m квадрат и g новые массу и новый заряд g которые связаны с оригинальным m0 square следующей формулой я пишу формулу gm квадрат на мю квадрат я давайте не буду сложной жизни пишу g поделить на x от степени k и это по определению иногда обозначает m квадрат умножить на множитель zm zm и g 0 оригинальный голый заряд пишется через некоторый перенормированный заряд g формулы сумма от единички до бесконечности g k от g а что есть g с теки m z g значит это голые или то что называется по-английски bear а это g В правой части все ЖНМ, а ренормализм. И задача состоит в том... Почему вы константы взаимодействия сейчас называли зарядом? Ну, потому что в случае, например, электродинамики константов взаимодействия, я переношу по аналогии константам взаимодействия, Кауслит-Констит, аналогии с электродинамикой, я продолжаю называть зарядом. И более того, если вы посмотрите на физическую размерность этой константы, именно на физическую размерность, вы узнаете, что эта константа имеет заряд, если восстановить все единицы, скверуту H2 умножить на С, размерность Е, то есть размерность электрического заряда. Вот это и есть заряд. Поэтому в наших единицах эти пары С единичек. Но тем не менее, если вы постановите, вы увидите, что эта вещь, наверное, зарядная зарядка. А поле у нас здесь не перенормировалось, потому что... Поле пока я не трогаю, да. Но вообще говоря, оно начнет перенормироваться, если в данной теории ФИ-4 это начнется с двух петель. Одной метле мы этого... Это не нужно. Мы этого не увидим, но это просто не нужно. Вообще говоря, в общем случае, я уже сразу напишу, происходит также перенормировка то, что называется волновой функции путем введения множителя, который тоже расходится при генечке, когда ипс он сливится к нулю. И этот множитель я тоже напишу вот в таком вот виде. Это некая генка, G, поделить на м санкар, которая... Вот, да. То есть, что делается? Говорится, что параметры исходной теории являются только затравочными или голыми. На самом деле, они представляются в виде перенормированных параметров и рядов по эпсалону. Так, что в пределе эпсалон к нулю, при фиксированной порядке теории возмущений, в каждом порядке теории возмущений, происходит сокращение расходимости расходящихся членов по единичке на эпсалон. И результирующая функция гривна, или вершинная функция, оказывается конечной. Извините, а что такое mk и вот это jk? mk... А, mk это неизвестные функции, функции, которые как раз и обеспечивают сокращение расходимости. Вы видите, что выражение, которое я пишу здесь, формально, при эпсалон к нулю, это расходящееся выражение. То есть, это полюса с некоторыми вычетами, зависящими от констант связи. Так вот, эти вычеты должны подбираться таким образом, чтобы сокращать расходимости соответствующих вершинных функций и функций гривен. Ну, давайте, я не буду слишком далеко заходить, сейчас я буду держаться на этом примере. Там не средний, но более пропущенный. Более пропущенный, да. Спасибо. Извините, вы сказали, неизвестные функции. Сейчас я не буду определить. Да, они. Мы числяем. Мы числяем. Сейчас я вот определил одну. Как? Сейчас я буду определить. Значит, смотрите, мы с вами получили результат для гамма-пар 2, который выглядит как b квадрат минус m0 в квадрате единичка минус g на 16p квадрат я напишу эту конечную часть один раз в последний раз, наверное. Здесь это минус гамма 1 в квадрат поделить на m0 в квадрате. Ну и теперь видно следующее, что если я определю m0 в квадрат как m квадрат единичка плюс первая функция m1 в константу умножить на g поделить на ε и подставлю ее в это выражение сюда вот значит, где у меня ноль входит? Сюда и m0 еще входит вот сюда вот сюда если я туда подставлю, то видно следующее подставлять сюда ее особого смысла нет потому что при разложении по g идеология такая мы удерживаем ε в конечном разлагаем сначала по g этот член нейтририальный с g даст вклад только в порядке по g квадрат но мы вычислили нашу функцию только в порядке по g поэтому этот член нечего даже и рассматривать поэтому здесь массу сразу нужно заменить на m квадрат а вот в первом члене мы имеем t квадрат минус m квадрат единичка плюс m1g поделить на ε ну и дальше единица минус g 16p квадрат ε плюс π и здесь если мы раскроем эти скобки раскроем скобки раскроем скобки мы увидим, что final мы прохожем пропорционально g мы увидим, что в порядке в первом порядке по g мы увидим единичку плюс m1g поделить на ε минус g на 16p квадрат на ε плюс g умножить на 5 и опять члены порядка по старшего чем g мы отбрасываем ну и теперь вы видите что вот благодаря тому, что масса перенормируется с некоторым выражением которое содержит само по себе полюс по единичке на ε вы видите что можно подобрать коэффициент m1 так, чтобы в точности сократить этот полюс в этом моде можно выбрать равную единицу на 16p квадрат выбирая m1 равную единицу на 16p квадрат вы в точности сократите этот полюс у нас изначально как я понял функции вот эти вот mk и прочие водились как некоторые функции от параметража и тут мы сказали что это просто константы мы не сказали ну в общем да но эти константы эти функции мы теперь строим то есть m1 от g это m1 от g это в ведущем порядке это не просто m1 константа умножить на g мы ее строим видите в следующих порядках она будет изменяться мы взяли самый простой вариант да, мы взяли тот который нам нужен который нам нужен поскольку мы видим что наш полюс который возникает первого порядка по g первого порядка по единичке на ε умножить на константы в следующих порядках в теории возмущения нужны будут поправки нужно это выражение дальше модифицировать но в ведущем порядке можно сократить расходимость по единичке на ε точно выбранным 1 равным единице на 16 квадрат значит сразу я говорю что эта процедура неоднозначна сокращение расходимости поскольку можно всегда добавить произвольную конечную часть и изменить тем самым то что называется g-fine но вот это специальная процедура подбора как говорят контр-членов которая сокращает точности полюса она это процедура удавления расходимости называется схемой минимальных вычитаний минимум subtraction scheme минимум subtraction scheme если я не ошибаюсь она была предложена от Хоффтом в 73-м году по-моему это статья nuclear physics это не модные вещи сейчас но они элементарны базис хорошо значит схема минимальных вычитаний позволяет нам устранять полюса есть и другие схемы есть множество других схем вы можете изобрести свою схему как удалять расходимости в любом случае значит нет ну и последнее я хочу сделать замечание что если вы будете сейчас перенормировать четырехточку в одной петле вы обнаружите что Ж нужно Ж0 нужно тоже перенормировать как раз и вот перенормировка абсолютно таким же образом как я сейчас делаю для М2 в схеме минимальных вычитаний скажет вам что нужно выбрать соответствующую функцию J1 которая здесь стоит J1 вот в таком виде то есть для J0 формула вот такая и для массы М0 квадрат формула имеет 16 квадрат J подъявить в двух петлях окажется что этой перенормировки J и M недостаточно этой степени свободы которая заключается в J0 и M0 недостаточно чтобы устранить все расходимости и нужно будет включить также перенормировку но замечательный результат перенормировки ФИ4 теории состоит в том что кроме этих трех констант J0 M0 M5 больше ничего не нужно всегда можно будет подобрать такую зависимость так подобрать эти ряды чтобы сократить все регулярности всех функций это материальный результат перенормировки теории ФИ4 так сколько у меня времени минут 15 хорошо значит в результате мы приходим к общему рецепту перенормировки который я сформулирую на языке вершинных функций следующим образом значит если мы вычисляем N точную вершинную функцию и перенормированная функция это функция которая зависит от моментов перенормированных констант связи и массы параметра μ и в общем случае от параметра ε который мы можем держать фиксированно μ возник естественным образом из-за того что у нас теория определена в домерии и возникает в домерии с необходимостью некий новый массовый параметр иначе теорию просто нельзя сформулировать в правильных темах возникает фактор эти перенормированные функции связаны с голыми исходными функциями следующим образом фактор перенормировки волновой функции умножить на голые вершинные функции от голых параметров g0 m0 и ε g0 m0 mx убеждение состоит в том что если мы здесь заменим параметры g0 m0 вот этими рядами по перенормированным параметрам gm то в каждом порядке теории возмущений по перенормированной константе связи g функции грина правой части окажутся конечными в пределе ε равным нулю и дадут вам то что называется перенормированным функциями грина в левой части или перенормированными вершинами функциями в левой части понятна идея расходящиеся функции берем исходные параметры представляем их рядами по единичке на ε подставляем сюда и подбираем эту зависимость так чтобы в каждом порядке теории возмущений при ε к нулю все расходимости сократились и мы получили то что называется перенормированными вершинами функциями или перенормированными функциями окей у меня были большие планы но жизнь всегда вносит ладно значит вы можете заметить следующее вы можете заметить некую странную вещь которая здесь произошла и вы ее несомненно заметили это то что теперь функции грина даже в этой схеме минимальных вычитаний оказываются неоднозначно определенными в том плане что они зависят от этого параметра ню и если вы посмотрите на конечную часть моего ответа то есть расходимость удалили а здесь имеется перенормированная масса посмотрите на вот эту конечную часть ответа вы видите если я буду менять ню скажем буду перескалировать ню безразмерным параметром я этому ответу вообще могу любое значение предъявить какое хочу да вопрос на то на что собственно говоря получилось то есть функции грина оказывается совершенно неоднозначно определены даже в случае вот конкретной схемы схема минимальных вычитаний есть зависимость от этого параметра ню здесь возникает интересная вещь ну хорошо мы получили эту зависимость от ню есть но правая часть эта зависимость она возникает только после того как мы начнем подставлять наши ж 0 и м 0 в виде функций конкретных конкретных функций через перенормированные константы и в частности это мю возникает после того как мы говорим а давайте представим нашу ж 0 попытаемся разбить ее на два куска скажем что это безразмерная некая ж умножить на параметр мю там в степени 4 минус но вот эта перерастяжка параметра мю она гуляет мы ее можем отрегулировать ж мы можем отрегулировать мю есть свобода 4 минус 4 минус d я уже 2 плюс 4 минус d она гуляет и возникает идея посмотреть что собственно говоря происходит с этими самыми функциями грина как они себя ведут если параметр мю начать перескалировать рассмотреть растяжки мю дилатации мю просто дилатации мю действительно вот как раз который отвечает изменению конечной части функции грин ну первая вещь которая видна это следующее что вот эти функции которые стоят в правой части и покуда мы не вводим мю зависимость они не знают эти голые функции грина ничего не знают о мю следовательно производная от этих голых функций грина о мю должна равняться нулю но возникает вопрос а как же тогда быть с левой частью левая часть полная производная тоже должна равняться нулю и следовательно возникает дикториальное уравнение z я перебрасываю в левую часть z минус n пополам гамма перенормированная функция грина n того порядка в и g m мю эпсилон ее полная производная фамилия должна равняться нулю оказывается это возможно осуществить только в том случае если предположить что в действительности исходные неисходные перенормированные параметры g и m тоже являются функциями ню такими чтобы уравнение написанное здесь удовлетворялось то есть g и m имеют некую неявную зависимость от ню которая позволяет утверждать которая должна быть выбрана таким образом грубо говоря чтобы левая часть аннигилировалась оператором перескалирования ню то есть согласовывалась с утверждением о том что правые части а именно исходные затраивочные функции грина как и все кстати остальные голые параметры g0 m0 все эти объекты никоим образом не зависели от этого параметра и это уравнение фактически есть уравнение то есть называется уравнением ренорм-группы уравнение ренорм-группы ренорм-группы клачь это уравнение мы можем легко написать с вами если теперь аккуратно продиференцируем стоящее здесь выражение как сложную функцию значит сначала мы берем частную производную подъемку после этого мы говорим что у нас константа вообще говоря зависит от мю dg по dm плюс мю dm по dm d по dm зависимость от массы минус n пополам мю d логарифм вот этого перенормировки волновой функции по dm и все это у нас действует на перенормированную функцию гамма-бар i g m мин ε равно 0 такое уравнение возникает дп сейчас секундочку d по dm d d d d по dm dpdg dg dpdg dg dpdg 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 Ну и теперь вводятся некоторые позначения. Бета от G, по определению это μ, DG по dμ. Этот объект называется бета-функцией, бета-функция или функция Гелман-лоу-функция. У нас была формула Гелмана-лоу, теперь это функция Гелмана-лоу, или бета-функция, которая была введена Гелманом-лоу. И возникают такие объекты. γm, как μ, поделить на m, dm, по dμ, и γπ, в которой есть μ, d, алгоритм z, π, по dm. Эти объекты называются аномальными размерностями. Аномальной массы и аномальной размерности поля. Аномальные размерности. Это, кстати, к вопросу о аномальных размерностях. Кто-то меня спрашивал, да? В первой лекции задавал вопрос о аномальной размерности. Возникает такое уравнение, которое содержит в себе это дифференциальное уравнение в частных производных с коэффициентами, зависящими от координат. И это уравнение можно дальше упростить, если просто сейчас воспользоваться утверждением о том, что исходная функция, как и перенормированная функция, имеет определенную размерность. Определенную размерность d. Эта размерность, ее можно вычислить, глядя на голую вершинную функцию. она окажется равной 4 минус n, ну если уж совсем точным быть, она оказывается равной некому выражению. 4 минус n плюс n минус 1. Но это для нас не важно. Важно то, что утверждение о том, что эта функция имеет определенную размерность, можно перефразировать на языке следующего дифференциального уравнения. с td по dt минус d, действующая на функцию гамма-бар nr. Позвольте мне не писать аргумент, а в равном. Это утверждение о скилере дименшин гамма-бар. То есть, когда мы одновременно перескалируем все параметры, μ, m, t, от которых зависит гамма, это все компенсируется изменением гамма, однородным рескейлингом гамма, с показателем d. Это вот такое простое уравнение, которое выражает утверждение скейлинговой размерности функции гамма. Она должна быть такой, как и у неперенормируемой функции. Но теперь можно объединить вот это уравнение здесь, с вот этим скейлинговым уравнением, и устранить из этих уравнений μdpdm. Эволюцию по параметру μ. tdpdt, это я вам скажу, что это вещь, которая возникает... tdpdt связано с перескалированием импресса. tdi, g, m, m, r. То есть, мне придется написать все-таки аргументы, чтобы быть совсем точным. вот такое уравнение. Я не очень объясню, откуда оно берется, но пояснение, что это просто уравнение, которое отражает скейлинговое свойство. Что-то... Нет, нет, ничего здесь нет, потому что это уравнение такое же, какое было бы написано для голой функции Green, которая ничего не знает о том, что константы наши, g, m, и m, и переносленная волновая функция, они вообще заместят му. Эту уравнение не имеет ничего общего. Ничего общего с этим. И, значит, из этих двух уравнений можно устранить μdpdm и переписать наше уравнение в окончательной форме минус tdpdt, плюс βdpdg, плюс гамма m минус единичка mdpdm, плюс размерность минус n пополам гамма. Значит, это простая алгебраическая операция устраняется из уравнения mdpdm, и уравнение принимает вот такой ангмм ε равную уравнение. Вот это и есть окончательная форма ренорм-группового уравнения, которая еще иногда называют одной из форм уравнения кала на семальзиках. Значит, это уравнение отражает тот факт, как меняется... ну, может быть, мне им надо написать его решение, и тогда станет все ясно. У меня есть на это две минуты, и станет все ясно, но, тем не менее, приведет нас к некоторому логическому концу. Вот я пишу сейчас решение этого уравнения. это уравнение можно решить путем введения так называемых бегущих константов, которые, кстати, появлялись в лекции кристофа. Где g от t это теперь решение уравнения. g по dt равняется бинта функции g от t и t d логовитм m по dt уравняется гамма m g от t минус 1 с условием m от 1 равно 1 Смотрите, что произошло. Значит, этого уравнения на перенормируемую функцию Грина, то есть на то, что является конечными была наша цель если функция Грина конечными, это уравнение говорит о том, как эти функции ведут себя при изменении импульсов. Допустим, у нас были какие-то импульсы pi, и мы эти импульсы начинаем увеличивать, начинаем растягивать, увеличивать, делать все больше и больше импульсов входящих частиц. Оказывается, что это уравнение говорит нам о том, что эффект увеличения импульсов забрасывания все более и более энергетических частиц можно переинтерпретировать как эффект изменения константы связи как рассматривает ту же функцию гамма r с точностью до вот этого множителя как изменение константы связи g от t и изменение массы m от t и вот эти g от t и m от t это называется эти объекты называются бегущая константа связи и бегущая масса и бег определяется вот этими дифференциальными уравнениями эти дифференциальные уравнения контролируются функцией гелмана лоу в правой части и аномальной размерностью гамма m если вы знаете эти функции вы соответственно можете вычислить g от t бегущие константы и вы можете теперь говорить о том что у вас происходит при высоких энергиях как система себя ведет при высоких энергиях эффективным образом эффективным образом перескалируя импульсы вы можете говорить о том что у вас эта ситуация эквивалентна тому что константа связи становится например сильной большой или малой большой или малой и вот потому что происходит с константой связи при сильных энергиях с бегущей константой связи теории можно разделить на теории которые значит ведут себя Это так, как, например, квантовая электродинамика, у которой что происходит при увеличении энергии? Увеличивается или уменьшается квантовая электродинамика? Вы сейчас будете слушать следующую лекцию, очень важную. В теории, которую будет рассказывать Кирилл Владимирович, происходит как раз высокоэнергетическое столкновение частиц. И константа связи становится в неабелевых теориях очень маленькой, поэтому теория возмущения применима. Можно производить вычисления по теории возмущения. В квантовой электродинамике все наоборот. С увеличением энергии константа связи растет. Поэтому энергии нужно рассматривать небольшие. При небольших энергиях у нас константа связи малая, а синтетические состояния определены, поэтому теория возмущения хорошо работает. Мы можем производить вычисления в этом случае, в случае малых импульсов, больших расстояний. Ну, в общем-то, планы у меня были больше, но я думаю, что на этом придется остановиться. Спасибо большое. Ну, я не знаю, мы уже минут на пять произошли. Ну, если какое-нибудь такое, но совсем никто ничего не понял, спросите. Ну, если я отвечу, все равно никто ничего не поймет. Все это вы уже в каком-то виде слышали, но хорошо, что здесь это еще раз как бы концентрировано, собрано. И, может быть, прояснило для вас какие-то моменты, а, может быть, какие-то моменты запутло. Ну, это уже, как говорится, обтых каждого из вас. Ну, ладно, еще раз спасибо. 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 Продолжение следует...